Теренгульский и Кузоватовский районы Ульяновской области соединит новый мост. Монолитную переправу строят через реку Борло. Строительство началось еще в декабре прошлого года. Протяженность моста 61 метр с подходами по 300 метров. Самое сложное и трудоемкое, по словам строителей, бетонирование пролетных строений. Чтобы запетонировать 340 кубических метров, 25 человек работали 12 часов непрерывно. Все работы проводятся под контролем сотрудников лабораторий. Они берут пробы бетона, чтобы проверить на прочность и подвижность. Во-первых, мы берем осадку конуса. То есть так измеряется подвижность смеси. То есть, насколько она жидкая и насколько густая. Сначала конус трамбуется в три партии. И, соответственно, потом он аккуратненько снимается и замеряется расстояние. То есть, и так вычитается осадка конуса. Новый мост монолитный и рассчитан на высокий уровень паводковых вод. До возведения переправы на этом месте находилась водопропускная труба. А в период паводка или сильных дождей людям приходилось объезжать. Здесь, на этом месте, моста в общем не было, абсолютно не было. Люди здесь мучились абсолютно. То есть, они весной не могли даже проехать. Школьный маршрут здесь проходит. Ну, тяжело было людям. Ну, после такого строительства, когда закончим этот мост, у них намного проще все станет. По словам строителей, мост будет готов уже в ноябре. Через него пройдет школьный маршрут. Также переправа упростит работу местных сельскохозяйственных предприятий. Строительство проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Анна Тищенко, Новости УПРАВД ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новости УПРАВД ТВ